Так, запись пошла. Добрый вечер, Хосе Алиев. Привет, привет, привет. Вот, как у нас по традиции идет, расскажите, пожалуйста. Я картину поставил, как ты в прошлый раз попросил, я поставил ее. Вот мне интересно, а вы ее как, дарите или продаете? Слушай, раньше я дарил, просто друзьям, кто хотел тогда в центре дела работать, там же у меня, я рисовал в центре у себя на Таганке. И когда люди разные приходили там, ну по разным поводам, и учились, и самые разные люди методы укрывающих, и помощь мы оказывали и так далее, и у меня картины были. Ну, кто-то очень попросит, и я ему дарил. Я где-то несколько сот картин подарил. А потом, честное слово, я цены не знал, понимаешь? Ну, я рисовал с удовольствием, ну и думаю, ну и что, ну. А потом, когда уже у меня там возраст пришел определенный, потом, когда мне труднее стало рисовать, времени меньше и так далее. Ну, потом уже у меня появилось ощущение, потому что некоторые люди, когда подарок принимали, ну, несколько случаев было, когда я видел, что они его, этот подарок, ну, куда-то положили, потеряли, забыли, понимаешь? У одного я, когда был в гостях, он меня пригласил, там кухня у него за дверью где-то стояла, как в чуване, понимаешь? Ага. Ну, ну, не совсем такое бережное отношение, но человек попросил, я ему дам, понимаешь? А другой, а другой друг мой, я к нему пришел, когда в гости, там, через несколько лет, он говорит, хочешь на свою картину посмотреть? Я говорю, ну, покажи, он в спальню заводит, слушай, не поверишь, прямо над кроватью семейная, в такой шикарной раме моя картина. Я смотрю, я просто поражен. Ну, так хорошо выглядело, я даже удивился, ну, потому что уже несколько лет прошло. Я говорю, слушай, ну, неужели это я рисовал? Он говорит, ну, это конечно ты. Ну, видишь, как по-разному люди относятся, некоторые берегут, а некоторые так себе, ну, попросил, а я ему дал. Ну, а сейчас уже, когда я понимаю их ценность, потому что, когда я работаю, я до тех пор, пока там жизнь не появится, душа картины, да, я не успокаиваюсь, я прямо болею, как больной, понимаешь? Вот я могу не спать несколько ночей и так далее, думаю, что-то у меня с этой картиной не получается. Что-то пока я не сделаю, понимаешь? А эту я тебе поставил, ты обрати внимание, там есть повторяемые элементы, видишь, вот здесь, вот там, вот и там. Повторяемые элементы, которые держат целостность картины. Но ты обрати внимание на глаза, на глаза. Ты видишь там, нет? Да, глаза видно. Глаза видишь? Так вот, у меня картины, это тест на состояние человека. Потому что, когда человек в хорошем настроении, он, когда смотрит на картины, он говорит, ой, какие картины у вас, какие картины. А когда он у депрессии, он еще, когда в центр ко мне приходили разные люди, депрессия приходит у меня. Картина хорошая, я же знаю, потому что буквально 10 человек до этого сказали, какая она прекрасная. И вдруг человек заходит и говорит, а что она вот такая мрачная? А что там такие глаза злые? А это ее состояние проецируется, понимаешь? Да. Поэтому мое искусство одновременно было моим тестом. Ага. И поэтому теперь, когда мы с тобой этот сериал затеяли делать вот киномиллионтера там, ты снял блог и там, как у тебя? Да, идет. Все идет, постепенная работа. И я вот сегодня хотел именно пару вопросов задать. Я думаю, сейчас я один вопрос задам. Ну давай, как бы договаривались, неожиданные вопросы, которыми я не готов, понимаешь? Потому что этим наш сериал интересен. Да. Вот, из первых вопросов хотел задать, вот, а как девушку зовут на картине? Вот так мы все. Ну что, что? Как девушку зовут на картине? Как зовут девушку на картине? Да. Ой, елки-палки, точно, к этому вопросу я не был готов. Ну я не знаю, давай объявим конкурс, пускай там в чате напишут. Да. Я даже не задумывался никогда. Да, ну ей-богу, я ее просто рисовал, ну ой, даже в голову не приходило. А знаешь сколько версий этой картины? Нет. Только 16 версий, она была самая разная, самая разная, понимаешь? Так. Пока вот это, пока я вот это не нашел, да. Вот. Давай в чате там объявишь конкурс, как зовут девушку на этой моей картине. Кстати, у нее и название нет. Да, кто оригинальный придумает название, тому так не понял. Да. А ты покручиваешься дальше, будешь задавать вопросы? Да, да, да. Вот. Я хотел вот одно из вопросов задать, потому что вот эта самая актуальна идет в мире нашей. А почему, когда при расставании человек идет, да, почему у человека, как вот, он начинает плакать, рыдать, вот такие вот моменты? Сейчас, сейчас, сейчас. Какие вот моменты? Вообще потрясающая тема. Дело в том, что я как человек науки понимаю, что, как ученый, я задумался, почему некоторые эмоции называются негативными. А некоторые называются позитивными. И ты знаешь, что я вычислил? Этого никто не знает в мире, потому что я нигде этого не читал. Я вычислил, что негативные эмоции, потому могут быть, так назвали их люди, негативными, потому что на самом деле они потребляют больше всего мозговой энергии. Вот эти энергорасходы, на них идут настолько большие мозга, что человек воспринимает это как дискомфорт, душевную боль. То есть это индикатор напряжения мозга, ты понимаешь? Мозг на боль тратит больше всего энергии, на физическую и на душевную. И вот на то, что мозг тратит больше энергии, люди инститивно назвали негативными. Ты понимаешь? Сейчас в подождении звонят. Ага. Здравствуйте. Говорите быстренько, а то у меня видеозапись идет. Пожалуйста, через полчаса мне перезвоните, я все объясню. Спасибо. Давайте. За понимание. Спасибо за понимание. Куда, говорит, можно записаться на освоение и не открыть? Слушай, а я ему говорю спасибо. Потом я себя поймал на мысли, что за спасибо, я говорю, за понимание. Да. Слушай, о чем я тебе говорил, сейчас я забыл. Ты знаешь, я мгновенно переключаюсь, потому что когда человек ко мне звонит, мне надо было мгновенно почувствовать, это какой-то больной мне звонит, которому острая помощь нужна. Или просто хочет для развития, потому что у меня разные климатношения. Те, которые хотят для развития. Это школа. А те, которые хотят скорую помощь получить, тогда я должен был перед тобой извиниться и начать срочно ему помогать. Понимаешь? Да. Поэтому у меня переключаемость такая. Ну, говори. Так, именно разводы. А может быть, я сейчас задам вопрос, да? Еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Я хочу сказать еще раз. Негативные эмоции, потому назвали негативными, потому что, оказывается, это я вычислил. Или там ни в одном научном журнале это не написано. Ни на одном конгрессе не говорили. В интернете это не написано. Они пожирают больше всего энергии мозгов. Вот те эмоции, которые пожирают больше энергии, они назвались негативными. Я специально там. Да. Это, получается, старая программа его кушает, да? На содержание психоматического. А почему она есть много энергии? Негативные эмоции. Да. Почему? Потому что это полная неопределенность. Полная неопределенность. Вот ты говоришь, вопрос какой у тебя был. Почему с девушкой расстался и тяжело переживаешь, да? Да. Почему люди плакают и почему они... Плачут, да. Почему? Потому что, когда сбились все адаптивные настройки, человек попал в полную неопределенность. В полную неизвестность. Он не знает, как теперь жить. Понимаешь, у него была надежда, а теперь нету. У него была любовь, а теперь нету. У него были какие-то планы, а теперь нету. И когда человек попадает в полную неопределенность, мозг работает настолько интенсивно, поэтому он дает столько много энергии на перебор решения. Как же быть? Как же жить? Как же быть? Как теперь получится? Раньше он как-то себе представлял, а теперь нет. И поэтому мозг забирает много энергии. Поэтому эти эмоции как душевное страдание воспринимается. Это как борьба идет в нейронной связи. Нету связей в этом? Конечно, конечно. Там перебор решения идет с такой скоростью. А для этой скорости необходимо много энергии. Это те частоты, с которыми мозг работает. Они забирают много энергии. И поэтому закон сохранения энергии, закон экономии энергии. Я скоро найду человека, который занимается искусственным интеллектом, но с глубокой стороны. И мы с ним напишем статью на международном конгрессе о том, чего нет у искусственного интеллекта, а что есть у человека. Я скажу, у искусственного интеллекта нет индикатора расхода напряжения, потому что у человека природа создала этот индикатор. Это эмоции. Это фантастика, ты понимаешь? Но откуда у искусственного интеллекта эмоции? И откуда они должны быть? И зачем быть? Я отвечаю на этот вопрос. Эмоциональная окраска информационного процесса – это индикатор энергозатрат. Ты представляешь, да? Я такие вещи знаю, которые никто в мире не знает. Поэтому я по кусочку, когда мы обучаем крючок, по кусочку такие вещи рассказываю. Да, и еще попросим наших зрителей, подписчиков, чтобы поделились с друзьями со своими, а именно записали еще комментарии, и чтобы вышли на нас, чтобы мы могли записать их вопросы. Правильно? Понятно, понятно, понятно. Да. Но я жду, когда ты миллиард заработаешь, чтобы нашу школу поднять, понимаешь? Да. И я еще вот… Да, ты что, да? Ты мне скажи… Да. Ты покупал уже какую-нибудь идею? Нет? Да. Мне просто любопытно. Это… Сейчас сказать. Я сейчас задам еще… Я уже не заточен за деньги зарабатывать. Это ты заточен, ты должен эти идеи придумать. Угу. А я заточен на другое. На другое. Да. Я делаю то, что я делаю, а ты делай то, что ты делаешь. Да. И у меня еще просьба, кто будет смотреть по видео, если есть кто-то из вас, кто умеет переводить на английский, на турецкий, на китайский язык, чтобы Хаса Алиева, который у нас ролики есть уже в данный момент, да, и которые предыдущие были, чтобы можно было озвучкой сделать на английском, на турецком. Вот это можно как-то… Вот на меня можно выйти, и я могу в этом направлении позаимодействовать. Правильно? Чтобы было, чтобы популяризировать уже именно вот эти… чтобы мы уже за пространство выходили на другие языки мира. Как смотрите на это? Ну, я думаю, что нормально, наверное, потому что у меня и на французском языке книги изданы, и на болгарском изданы давно, и на английском давно изданы. Да, только… Конечно, почему бы не издать и на турецком? Да, пусть это будет на видео с переводом. Ну, конечно, только там не будет ключ-2, элементов ключ-2 не будет, потому что это дает только элементы и только в школе, это закрытая тема. Да. Все. Чтобы не возбуждать надежды, которые мы не оправдаем. Есть вещи закрытые, а есть вещи открытые. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. То, что есть в открытом YouTube, вот это можете использовать. Ты затронул мою больную тему, это живописи, поэтому я тебе предлагаю, все-таки ты еще раз загляни в мой альбом. Там я в альбоме представлен на международном уровне, там международный такой альбом есть в интернете. Когда ты откроешь этот альбом, там зарегистрируешься, откроешь, ты увидишь, а у меня там картины стоят. Самая нищая цена моей картины – 100 000 евро. Самая нищая цена. А где можно ее? Это при том, что я бесплатно дарю, понимаешь? Да. Это самая нищая. А знаешь, почему? Угу. А потому что это же не оказание скорой помощи, понимаешь? Да. Я когда скорую помощь оказываю, я бесплатно делаю. Да. Я когда кого-то учу, я делаю, ну, буквально за гроши. В школе я работаю. У нас только один раз в месяц вебинар проходит. Вот суббота у нас будет. Мы уже его подготовили. Как раскрыть свое предназначение и начать жить полноценной жизнью. Потому что там будет метод использован в школе. Та часть ключа, которая помогает человеку раскрыть свои нераскрытые способности, да, и таланты, и чтобы он быстро это раскрыл, и мог бы это в жизни использовать. И тогда у него жизнь кардинально улучшится. Да. Это в субботу будет. Мы сейчас объявление сделаем. И вот послушаем, что я тебе хочу сказать. Дело-то в том, что сейчас, сейчас у меня там на этом альбоме международном стоит самая маленькая цена моих картин 100 тысяч евро, а там есть и 300 тысяч евро и так далее. Потому что это же не оказание помощи. Угу. Помощь обесплатно оказывает. А это, ну, это для тех, кто хочет купить. Ну, пускай купят. Да. Понимаешь? Да. Да. Ну, не хочешь – не покупай, потому что я это делал для удовольствия своего. Потому что это моя потребность душевная. А там я поставил – хочешь – покупай – хочешь. Так вот я тебе хочу сказать. Ты собирался быть миллиардером? Да. Ну, так вот тебе возьми и продай картину одну и будет удержать. А я в этом, правда, и не занимаюсь. Да. Это я пошутил. Ты заметил, что я с юмором человек, да? Заметил, да? Да. Ну, все. Потому что мы сейчас следующую запись еще запишем, да? Потому что она и так уже у нас длину получилась. Ладно? Все. Ну, нормально. Все. Давай. Давай. Ты горнешь. Потому что это и не может обстать голову. Вдох. И сейчас так Full. Что был год accext first.